Приветствую всех на своем канале, с вами Милана Монблайт. Сегодня хочу поговорить с вами о зеленых ароматах, так что приглашаю вас к просмотру. Моя подборка зеленых ароматов, пожалуй, не включает в себя два аромата от Терри Мюглер Аура. Аура в туалетной воде и аура в парфюмированной воде. Туалетная вода от Терри Мюглер Аура – это расистый, такой зеленый, звонкий лес, наполненный феями. А именно парфюмированная вода, такое зеленое сердце от Терри Мюглер – это лес колдовской, с такой ведьмой, которая владеет этим лесом, и ты с этим ароматом должна, либо должен как-то сдружиться. Там есть такая нота, она может напоминать ноту мази, вот что-то такое, да, и перечную мяту, она очень спорная, и как зубной пасть эта нота. Но вот этот аромат, я его очень хочу, я хочу и туалетную воду от Терри Мюглер, и парфюмированную воду от Терри Мюглер. Они для меня такие вот шедевры, вот шедевры зеленого аромата. Такой лес дневной – это туалетная вода, а парфюмированная вода – это лес ночной. Вот так. Я, конечно же, их куплю со временем, а пока у меня подборка из тех ароматов, которые у меня уже есть в коллекции. Хочу вам сказать, что зеленые ароматы – это тема индивидуальная. Есть такое колесо семейств ароматов от Майкла Эдвардса, который он создал в 1983 году. Эти ароматы… Вообще классификация ароматов началась по семейству. Потому что я так подозреваю, что было много ароматов, и нужно было создать какую-то структуру. И в данном случае структура ароматов делится на семейства. Семейства свежих, семейства древесных, семейства восточных и цветочных ароматов. И в каждом из этих четырёх семейств есть свои подгруппы. В древесных есть и шипровые, и древесно-сухие, и просто древесные. В свежих есть и зелёные, о которых мы сегодня поговорим. И фруктовые, и цитрусовые, и фужерные. И это целый такой спектр ароматов. Это, кстати, колесо я сама сделала, нарисовала, но для меня понятное. Вот и в каждом спектре вот этих ароматов есть зелёные. Зелёные ароматы могут быть как и в шипровых, то есть там шистые. И сегодня будет этот аромат. Я вам покажу, расскажу о нём, свои впечатления, насколько он стойкий, как, как я его воспринимаю. Зелёные есть и в цветочных. То есть цветочные у меня тоже есть пример. То есть зелёные ароматы нельзя... Вот можно, да, здесь есть вот этот пункт, где есть зелёные ароматы. Но в целом эти ароматы — это целый разбег по этому колесу семейств ароматов. И, наверное, всё-таки индивидуально подбирается такой зелёный аромат и относится к зелёному аромату всё индивидуально. Это могут быть и цитрусовые ароматы, и шипровые, и травянисто-скошенные травы, и лесные ароматы, и цветочные, и мушистые, и вообще очень богатое разнообразие. А именно и фруктовые, и запахи леса, и запахи трав, и запахи вот такой грядок, да, травы с грядки. Я хочу вам перечислить ноты, которые... Вот если есть эта нота, и она превалирует, то можно отнести к зелёному аромату. Это ноты гальбану, пачули, бамбука, хваи, зелёного яблока, зелёного манго. Также ноты базилика, розмарина, мяты, кинзы, сельдерея, кардамона, нота лайма, ноты травы, ноты мха, чая, бетивера, пачули. В общем, это целая такая вот купа из разных семейств, из разных подкатегорий этих семейств. И они вот создают ощущение, что аромат зелёный. Вот что для меня, наверное, зелёный цвет? Это, наверное, цвет успокоения, умиротворения, такое природное, да, что-то. Но с тем же временем это и интеллектуальный цвет, и оптимистичный, и вот, наверное, не о цвете нужно говорить, да, о аромате. Но раз мы говорим зелёный, то мы же не говорим зелёно-фиолетовый. Нет, это вот чисто зелёный аромат. И ассоциация происходит с зелёным ароматом. Так что, вот такая у меня подводка, такое начало. Спасибо, что не перемотали. И переходим уже к ароматам. Самый такой представитель интересный. Это зелёно-цветочный будет аромат. Это лесной ландыш от букетов России. И он у меня ассоциируется и со стеблями ландышей, и с их цветами. Вот с этим букетом, букетом вот этого ландыша. Вот здесь аромат идёт как зелёно-цветочный. Это не стойкий аромат, но он, вот я не знаю, где вы встретите бюджетный аромат с лесными нотами. Да, есть ландыш серебристый, по-моему. Но здесь вот этот ландыш, он идёт через зелень, цветочный, через зелень. Вот эти листья большие. Вот он у меня аж в носу, и даже по вкусу я ощущаю вот эту вот сочность, вот эту такую вот лилейность, таких вот семейства лилейных. Да, вот эти вот, что-то вот в таком ключе. И вот яркость вот этих ландышей. Просто максимально понятный аромат моно, аромат ландыша. И снова такого ландыша именно, когда мы ощущаем вот эту вот влажность, влажность в лесу. И сами вот эти ноты, вот этого ландыша, букета ландыша через вот эти вот эти большие листья. Дальше у меня будет аромат с ноты яблока. Это Attitude Friends от марки Avon. Здесь сразу же стреливает нота зелёного яблока. Такое сочное, звонкое на старте. Это яблоко быстро, максимально быстро уходит в такую, в какой-то парник. Либо, вот скажу грубо, предбанник, где лежат яблоки. Предбанники очень душно. Это, мы ещё не в жаре, но концентрация воздуха максимально плотна. И есть максимальная влажность. И там лежат зелёные яблоки. И вот это ощущение от аромата, оно длится на протяжении всего звучания. Зелёные яблоки в предбаннике. Аромат на любителя. Я не скажу, что он мне прям сильно любим. Он интересен под настроение, но он монотонен. То есть он монотонен вот этим одним звучанием. Ноты у аромата. Фиалка. Танжерин. Дамасская роза. Фрезия. Зелёное яблоко. Жасмин. Мускус. Амбервуд. Сандал. Вроде бы богатая пирамида. Но честно, для меня, на моё обоняние, здесь яблоко, возможно сандаловые аккорды. И просто испарено предбанником в бане. Вот такой зелёный аромат. Душноватый, монотонный, но имеющий место быть. Следующий аромат тоже с нотой зелёного яблока. Это аромат Carameple от Avon. Насколько это любимый аромат. Но он уже идёт через сладость. Через сладость яблока. Ой, какой он вкусный. Это вкусное зелёное яблоко. Возможно, оно запечённое. Кстати, ноты здесь идут. Яблоко, лилия и сливочная карамель. Это запечённое яблоко в сахаре. В данном случае в карамели. С молочными отголосками. И оно так красиво звучит. Вот эта находка от Avon. Для меня это такой шедевр. Вот яблоко. И для меня здесь яблоко. Зелёное, запечённое. В сахаре. Вот этим в карамельности. Не знаю. Либо карамельные яблоки бывают красные. В основном в карамели. А это зелёное яблоко в карамели. Вообще, ноту зелёного яблока я не совсем понимаю, люблю. Для меня это, например, аромат Red Delicious. Зелёное яблочко от Дона Коран Нью-Йорк. Он слишком интеллектуальный. Слишком хрустящий и звонкий. Я и не люблю зелёные яблоки. Вот как они есть. Даже в пищу. Для меня он слишком такой кислый. Вызывает кислотность. Но здесь совокупность. Вот этого зелёного яблока, карамели. Вот лилия для меня неуловима. Возможно, как-то она там обрамляет это всё. Либо закругляет аромат. Но аромат просто уникальный. Мне его приятно ощущать целый день на себе. Он, простой сказать, с натяжкой 6 часов. Вот прям с натяжкой. Но его вот хочется вдыхать. И здесь проглядывают такие гурманские мотивы. Вот и свежесть вроде бы. И вот ты понимаешь, что здесь прям зелёное вот это яблочко. Просто обалдение. Вкусный, шикарный аромат, который поднимает настроение. Просто вот он такой сладостный, гурманский. Зелёный, вкусный, привлекательный. Такое вот хорошее настроение. Вот уют какой-то вот создаёт. Вот шикарно. Просто шикарный аромат от Эйва. Следующий аромат будет тоже аромат от Эйва. Это Ив Труф. Такой от Ливан. Нет Ливан, это объём 10 мл. У меня был, кстати, флакон. Он очень красивый. С гранями такой вот. Вот это аромат. Когда я вытёрла с каталога, страницы, для меня вот слышалось берёзовый вот этот вот, как липкий слой на листьях. С бумаги ароматы Эйва, он, они всё-таки звучат с каталогов по-своему, а в нанесении они уже другие. Для меня он такой неуловимый, он такой лёгкий и звонкий, кислый. И какой-то намёк берёзовый. Но им нужно поливаться, чтобы себя его слышать. Это аромат очень близкий к телу. Не сказать, что я в диком восторге, но он имеет место быть. Здесь есть ноты. Лист чёрной смородины, чёрная смородина, крамбола, гранат, розовая фрезия, пион, гордения, кедр, амбра, мускус. Скорее всего, вот этот лист чёрной смородины, он даёт такое вот ощущение липкого слоя на листиках берёзы. Для меня это так звучит. Остальные ноты я здесь просто не выделяю. Для меня это просто зелёное облачко, лёгкое, звонкое и тихое. Вот как-то вот одновременно, но для меня разный. Не мой москхэв, но он невесомый, он акварельный и имеет место быть, когда не хочется загружать себя смысловыми нагрузками, как в случае с вот этим яблоком в карамели, этот аромат будет намного легче. Он не тяжёлый, но он сразу окружает тебя определённым спектром ассоциаций. А вот в этом аромате и в трух вы больны более фантазировать, то есть у вас больше свобода для фантазии получается. И он такой необязывающий, лёгкий, воздушный, повседневный и неуловимый. Вот для меня он неуловимый. Следующий аромат, покажу вам обворожительный подснежник. Для меня этот аромат, он и цветочный, он и стеблиевый, он и холодный, он и колкий. Это такая зелень через подснежник, через звонкость стеблей и через колючесть, через какую-то хрустальность. И он для меня такой холодный, какой-то вот, хоть и цветочный, он для меня отстраняющийся. Аромат интересный. Не скажу, что вот он, ну хотя вот по тому, что использован, он в принципе любимый. Он для меня идёт хорошо утром, зимой. И такой вот он, и бодрящий, вот звонко-зелёный, я бы сказала так, через цветочные аккорды подснежника. В ароматах зелёных могут содержаться различные ноты огородных ассоциаций, как листомат, сельдерей, фенхель. Вот всё, что растёт на грядке, это в принципе можно поднести с зелёным ароматом. Данный аромат Инстаграм, Грин Ти, я уже говорила о нём в своём видео, это аромат зелёного чая, такого припылённого листа зелёного чая с отголосками фенхеля, сельдерея. Таких уникальный какой-то вот зелёный аромат, для меня он очень специфичен и очень характерен. Вот ничего подобного я не слышала, я его хвалю и повторяю, что он просто классный, но под настроением, под такую свежесть, под звонкость, дневной, и такой он прям вот неассоциированный. Пока вы не прочитаете ноты, вы не поймёте, что здесь вот это всё есть. Когда вы прочитаете, вы хотя бы примерно слушаете своё мнение, что да, вот это возможно сельдерей, и фенхель. Очень интересен и уникальный в своём роде, но больше всё-таки на день и стойкость в принципе очень хорошая. Если опять же сравнить с ароматом ифтруф, то вот этот аромат более концентрированный, конечно, они разные, но вот этот вообще прям невесомый, а этот уже прям концентрированный на такой заявляющей о себе. Вот для меня ифтруф немножко даже он как-то немножко безликий. Вот такой вот для меня аромат. Следующий аромат это сад после мусона. Это просто для меня шедевр марка Эрме. Давайте верну. Так он выглядит. О, здесь и кардамон. я уже не знаю куда навести. Ох, это просто и имбирь, и кардамон, и специи, и древесность, и акватика. Это зеленый такой солныый дождь, который прошел в тропиках. Рядом есть море, и соленость, и древесность. И такая вот... Я уже говорила в свежих ароматах про него. И вот говорю сейчас в подборке зеленых ароматах. Он просто максимально для меня зеленый такой тропический остров, лес, населенный различной фауной, флорой. И вот прошел дождь, и вот это испарено, и соленый воздух с моря, и древесность, и специевость. И как раньше я слышала здесь горькие, либо соленые арбузы, вот оно есть, это кардамон дает такую историю. Очень просто, для меня это просто высший аромат от марки Эрме, который я воспеваю, и я не устаю удивляться, как он прекрасен, дождь, просто прекрасен, он просто вот живет, для него вот влажная погода, это просто все. Кстати, если вдруг хотите сравнить, это не сравнение, но вот этот душный аромат, и возможно в дождь он будет самое то, я еще не носила, но он сам по себе душный, и вот в дождь наверное прям нормально будет. Но в солнечную погоду он как-то подмонотонивает и поддушивает. Эрме сады после муссонов это и красиво, и вроде бы акватично, но и зелено очень сильно, такой вот неоднозначный аромат, очень шикарный. Это не аромат показать какая я красивая, это аромат с такой историей, которую вы рассказываете или проживаете, находясь в нем. вы транслируете своим ароматом вот в данном случае вот эти определенную историю, определенное звучание и определенную атмосферу вокруг себя. Как сказала, не знаю, но для меня это вот такой именно аромат с такой вот подоплекой, то есть это не олимпия, да, которую вы нанесли, и вы королева, я главная, да, тут я звезда. Нет, здесь вы в среде, вы в атмосфере этого аромата, и вы сами живете в этом, в этой фантазии, и транслируете ее, то есть какие-то вот такие ассоциации. и кстати, вот хотела сказать, что ароматы зеленые, скошенные травы, это вот они очень на любителя, и несмотря из какой категории бы они не находились, либо там в шибровых, либо в зеленых, либо в цветочных, либо в восточных, и такое, думаю, может быть, они на такого интеллектуального все-таки носителя этого аромата, потому что зеленый аромат, он за природу, он за сохранение вот какой-то такой биосферы, что ли. Я сейчас буду философствовать, но у меня такие мысли пошли. Это ароматы за интеллектуальность, это ароматы за сохранение природы, это ароматы за жизнь, вот если обобщить, это ароматы за жизнь, это ароматы, которые идут вокруг тебя, и они несут, транслируют с собой определенную историю, которую ты наносишь и проживаешь с собой, например, свежескошенные травы. У меня были в школе подруги, и у одной подруги мы пришли, был аромат зеленый, скошенные травы, немножко аромат сена, и пока подруга вышла, у которой был аромат, третья подруга говорит, что фу, какой аромат он сенокоса, фу, аромат сенокоса, но понимаете, и если анализирую, я вспоминаю, то, что любила подруга, которая рассудила аромат в кавычках сенокоса, она любила вот именно ароматы, подтверждающие свое эго, и вот это все-таки, наверное, будет разделение на разные категории людей, есть люди эгоцентрики, которые топят за себя, за свои интересы, за ценности, и люди, которые за окружающий мир, а потом уже они, вот зеленые ароматы, это все-таки вот эта история, где вы за окружающий мир, а потом уже вы сами, и никак наоборот, я думаю, в этом прелесть зеленых ароматов с такими звучаниями, с различными нотами, потому что здесь идет определенная история, следующий зеленый аромат, это аромат от Эйбан Summer White Bally, он такой интересный, это любимый аромат, один из любимых, это для меня бюджетная находка, такого аромат, остров, аромат, такие сладкие, тропики, очень отпускной аромат, и он специфический, но он все-таки такой носибельный, применимый к жизни, оптимистичный, такие есть прям явные вот эти густые тропики, и сладость такая, сейчас прочитаю пирамиду, потому что я в целом просто обалдею вот от этого аромата, под настроение, даже под вечернее настроение очень хорошо, состоит такую ауру какую-то и расслабленную, и мистическую немножко, и сладкую, игривую, в верхних нотах здесь есть гранат, цветок груши, персик, вот эта сладость, она, наверное, кстати, из этих нот, в средних нотах франжипани, вот для меня франжипани, это нарциссо для меня нота отпуска, просто франжипани это у меня равно отпуск, также в средних нотах здесь есть лотус и страсту цвет, генталь, мускус, сливочно-древесные ноты, просто интересная пирамида и очень интересное звучание, бюджетно, да, без изысков, без каких-то прям заворотов как в рмс сады после масона, там вот эта глубина и дышишь и ты просто как будто ты уже на этом острове, здесь тоже есть этот какой-то другой остров, но он более такой веселый, такой отпускной, беззаботный и вот четко зеленый аккорд такой пьяный, кстати, следующий аромат это аромат open открой двери для нового чуда, что-то в таком ключе переводится, от марки just essence, красивые зеленые оттенки, настолько красивые, настолько богатые, вот не знаю, сегодня я делаю тоже такой зеленый образ и окружаешься вот от цвета зеленого в темно зеленые передневные и вечерний аромат могут быть вот здесь есть такая нота, но она легкая, которая ассоциируется вот с этим ароматом open марки just essence, но здесь есть бобы тонка, которые меня в базе просто убивают, я не могу вот его потом ощущать на себе, еще наверное плюс он уже немножко пропадает, что-ли прогоркливается, прогоркливается, когда вдыхаешь первый раз аромат open just essence это просто свежий глоток такого зеленого леса, какого-то зеленого пространства с травами, с такими большими листьями и ожидание действительно какого-то эффекта вау, то есть это какой-то полуфантастический тропический аромат вечерний, в верхних нотах в этом аромате кардамон и тайский базилик в средних нотах гуаяк фиалка и в базе сантау амбраксан бобы тонка но база меня просто убивает мне тут идет нота софтач какая-то резиново пластиковая такая дешевит который аромат но первые ноты верхние средние мне очень приятны я ощущаю глубину пространства но очень быстро аромат я хотела его даже офлаконить но передумала потому что аромат уходит в свою базу меня просто начинает потушивать я понимаю что это не мой аромат последняя ароматная коллекция подборки зеленых ароматов это аромат Кузнецкий мост это яркий представитель мышистых шипровых ароматов с альдегидами он настолько насыщенный что нанеся буквально одно распыление вы будете ощущать его буквально на следующий день если вы пытаетесь смыть его мылом я сейчас после ролика пойду смывать ароматы и аромат со мной останется он останется до завтра это вот мшистость здесь которая есть это вот лесной и вроде бы лес такой и солнечный но в нем есть вот густой мох прям вот он здесь прям главоменствует он такой заявляющий себе это для меня зеленый аромат оказывается кстати я возлагала надежды что этот аромат то впечатление которое носила первый раз когда тестировала в павильоне с ароматами но оказывается есть кузнецкий мост вечерний который я хочу где мне пахло такой вечерним закатом кирзачами вот его я хочу этот аромат все-таки другой но он такой звонкий он такой ардегирный он такой мшистый и этот аромат он вот аромат история аромат история о том как вы приходите в лес чувствуете мох чувствуете свет и звонкость нельзя сказать что ночной вечерний либо какой-то нет это чисто шипрово мшистый аромат он звонкий он любителя и он под особое настроение он немножко вот такой вот прям пиршистый прочитаю вам ноты на память уже я не помню в верхних нотах бергамот апельсин в средних нотах ирис ландыш кориандр иланг иланг в базе дубовый мох табак и амбра вот табачность которая есть легкий такой вот лист пыльно-шершавого табака аромат интересен уникален и аромат здесь выходит на первый план вы уже здесь подстраиваетесь под аромат вот под особое настроение вот как ни крути это аромат леса с мшистыми деревьями это не влажный аромат он суховатый он звонкий здесь есть и солнце он создает такой образ у меня есть он в голове и уникальный какой-то лес вот с этими мхами вот шибровый густой такой вот прям он самобытный сам по себе уникальный аромат это вот завершает аромат кузнецкий мост мою подборку его конечно сравнивают с ароматом клема и наверное чем-то перекликается но здесь вот эта шлисть зеленая она просто вот такая вот прям ядрененькая на отпечатке пальцев такой аромат спасибо вам большое что посмотрели мой ролик до конца надеюсь вам было интересно сегодня такой образ немножко хотелось такой ведьмочке немножко такой таинственной сделать и такую атмосферу создать уже честно говоря немножко буду устала за сегодняшний день но желаю вам ярких впечатлений ярких эмоций и вдохновляться вообще окружающим миром парфюмерии находить что-то свое делитесь со мной в комментариях ставьте лайк потому что мне это очень приятно и всего вам доброго всем что вас душно поцелует всем пока пока что-то Продолжение следует...